МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Напомню, что 21 апреля 2011 года был принят федеральный закон 69 ФСФ, вступивший в силу в сентябре 2011, который регулирует как раз вопросы, связанные с выдачей разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. Однако прошедший трехлетний период показал, что указанный федеральный закон, к сожалению, не смог урегулировать некоторые вопросы, возникающие в процессе работы как у полномоченных органов власти, субъектов Российской Федерации, так и самих таксистов. Проблема действующего законодательства заключается в том, что на сегодняшний день недобросовестные перевозчики активно используют пробелы закона, чтобы уйти в тень. Это подрывает экономику области, ухудшает качество обслуживания населения. Наверное, это самое главное. Вы знаете, я хотел бы здесь сразу отметить, что я в Вологду переехал недавно, чуть меньше двух лет назад, и вижу вот за эти два года на каких такси ездят наши граждане, какие они приезжают. И битые, и ломанные, и некрашенные, и перекрашенные, и разноцветные. Каких только нет. И каких только за рулем товарищей нет. Мы очень детально изучили опыт всех регионов Российской Федерации, посмотрели, где, какие меры принимаются. Я думаю, Елена Николаевна сейчас о законе, который мы на сайт выложили, она сейчас немножко расскажет. Ограниченная цветовая гамма по такси предлагаем трехцветия, белый, черный, желтый. И количество разрешений также предлагаем ограничить, пока ориентировочно до 5 тысяч. Мы понимаем, знаем, какое количество разрешений у нас сейчас действует. Примерно предполагаем, сколько нелегальных таксистов действует. Значит, какая позиция у нас, как у уполномоченного органа. Мы планируем всех нелегальных перевозчиков по возможности перетянуть, если это можно так применить, в легальный бизнес. Соответственно, мы так сориентировали, что это будет ориентировочно где-то в районе 5 тысяч машин. На основании определенных законодательных актов, для того, чтобы внести изменения в регистрационные документы по перекраске автомобиля, достаточно, чтобы на автомобиле было более 50% определенного цвета. Вот, например, мой личный автомобиль я покрывал пленкой, больше 50% я покрыл, и у меня внесли изменения в техдокументацию. То есть, на самом деле, необязательно ее красить, но стоимость, сразу для информации скажу, стоимость либо покраски, либо покрытия пленкой, средняя, она колеблется от 30 до 70 тысяч рублей, в зависимости от автомобиля. А хотел бы сразу сказать по поводу 5 тысяч. Ну, точной цифрой сегодня, на самом деле, наверное, никто не обладает у нас. Ну, это очень трудно посчитать. Но могу сказать, что ориентировочно в нашей области работают около 10 тысяч автомобилей. 5 тысяч автомобилей просто не справятся с тем объемом, который у нас существует. Просто приведу один пример, но он коллапсный пример. Это 21 октября этого года, когда выпал снег. Я не буду говорить за других, я скажу за нашу диспетчерскую службу в городе Вологде. Значит, за смену, то есть поступали жалобы, что вы не работаете, что произошло там, ну и так далее, и так далее. За смену было выполнено 2 тысячи с половиной заказов, а звонков поступило и не выполнили 10 тысяч. То есть в 5 раз больше потребность уехать, чем мы могли обеспечить.